23 часа и 3 минуты показывают наши эфирные часы, и это значит, что прямо сейчас на волне Тандем стартовало самое развлекательное, самое ночное, самое позитивное шоу нашей волны до лампочки. Все верно, и в эту ночь мы говорим вам привет, мы говорим вам здравствуйте, и сегодня будем обсуждать самые актуальные, самые яркие, самые весенние темы. Сегодня мы не одни, сегодня мы втроем. Да неужели? Всем привет. Девчонки, а какая у нас... Кайра, мы, конечно, понимаем, что сегодня день борьбы с наркоторговлей в каком-то... В какой стране, если я не ошибаюсь? В какой-то стране он точно сегодня празднуется, но говорить накуренным голосом в нашем эфире не обязательно. Хорошо, я вас понял. Можно я буду предельно серьезным, несмотря на весеннее обострение? Можно. Договорились. Как раз-таки, наверное, сегодня и будем говорить про весеннее обострение, раз уж тему Кайрац такую нам сегодня задал. Как проявляется у вас весеннее обострение, Лия, Кайрац? Юбки стали, короче, может быть. Что-то под тебе не видно. Особенно. У меня просто одна юбка была. А у меня, знаете, аналогично. Юбки стали короче, у меня проявляется весеннее обострение. Что-то совсем не видно. По мне не видно тоже, да? Не видно. Пристань-ка. Не встану. Хорошо. Посмотрим после программы или вне эфира, посмотрим, какой же длины юбка у Кайрац. А прямо сейчас будем принимать звонки 212178 и, конечно же, в 12.12 в наш смс-портал. Обязательно указывайте заголовок ТМ, пробелы и далее. Ваши сообщения. Все верно. Сегодня мы обсуждаем тему весеннего обострения. Как оно на вас влияет, какие проявления вообще имеет. И в рамках этих двух часов мы с вами будем оставаться вместе. Лия. Кайрат. Милана. Просим любить и жаловать. Аплодисменты. Программа «Далан» почти. Я же говорю, в начале мы всегда сходим. На молодых людей. Вау. В каком формате засматриваешься? Попытки познакомиться. На какие места засматриваешься? На глаза. На глаза. Вот не надо сейчас. Будем надеяться, что этим людям больше 18 лет. А я безошибочно выбираю тех, кому за 18. А ты на глаз отмеряешь. Так, этому... Так, 17. Закрой глаза, Лия. Проходи мимо, мимо. Нет, а взаимностью они отвечают? На пару подмигиваний я уже получу свой адрес. Уверена? Ну, или, может, они косяк как-то... Может, тебе показалось, что это солнышко треет. Шли какие-нибудь ответные нервные тики были? Ну, блин, ну, все с настроением мне так испортили сегодня. Завтра буду узнавать, у кого были какие тики. Тики. Тики-таки. Тики-таки. Что это было? О чем мы вообще говорили? О чем я не могу сказать? О, ни о чем просто. Я его не слышу. Валера половина вообще в натуре не слышно было. Валера вообще. Он какой-то казах. Да, 100%. О, какой-то у Васьки, блядь. Я просто прямо на трактор получил. Я Валера. Вот поэтому в Жугану и не будет. Да, да. Да, да. На съесть. Валера, это Валера? О, Господи! Девушка! Девушка! Эй, уважаемый! Пойдем, апельсиный! Мы в данной ведущей страны, где песни прозвучили завтра. Я всего лишь администратор. Я тут ничего не решаю. Я не знаю. Я не знаю, как программы «Невозможно прозвучать». Хорошо? Мы заявки не принимаем. Скажите. Он понял твою прозвучку. Спасибо. Какого я не ожидала. Это был нежданчик из стороны слушателей. Для меня нежданчик. Телефонный прием. Есть другой телефонный звонок. На линии кто-то есть. А кто? Доброй ночи. Здравствуйте. Меня зовут Пару. Еще раз. На руку. На руку. Очень приятно. Очень приятно. Надеюсь, вы недавно не получили права на трактор? Правда. Славь тебе Богу. Почему? Еще бы на одного тракториста больше стало. Почему нет? А ты хотела просто в гонках участвовать? У меня, может, мечта была. Мужа тракториста. А представьте... В валерах твоим услугам. А представьте, что надо будет мне потом еще искать трактористку, и тогда мы будем все в шоколаде. Это у тебя задача похуже, чем у нас. Один тракторист Ли, другой Милани. Мы поняли. Тракторист Кари. Мы мысли поимпонили. Но сейчас у нас на линии на руку. Алло, да-да-да. Повторите, я вам подчинюю. На руку у вас есть мечта? Нет? Да. У меня нету мечты. У вас нету мечты, потому что уже все сбылось? Да-да. Но мы за вас очень-очень рады. А теперь вот рубрика «Нежданчик» на руку. Готовы? Готовы. Такого вы, конечно, не ожидали. Но... Мы хотим вас спросить. Да, вопрос у нас такого характера. На руку вы какой ориентации? Придерживаетесь. Как такой? Север-юг, Восток-Запведь. Да-да. Это обычный, нешу-трань, нешу-трань. Обычный, натуральный, да, скажем так? Да, натуральный. А чем-то окажется. Вот мы вам не верим. Вот мы не верим, да. А вдруг вы... Ваше неожиданное задание доказать нам, что вы абсолютно той ориентации придерживаетесь. Просто у нас мини-кастинг на роль парня Миланы, поэтому мы ищем натурального мужчину. Тракториста. Да. А тракториста вы. Для начала натурального мужчину, а потом уже тракториста. Натурального тракториста. Я подумаю, вы главное докажите, что вы мужчина. Я мужчина. Ух ты. Не верю. Она не верит. Не убедительно, как так разучало. А кто рядом есть? Кто подтвердит? Не, рядом никого нет. Я там за рулем нахожусь. Ага. За рулем могут и девушки, и парни нетрадиционной ориентацией находиться тоже. Едешь, едешь такой на машине, остановился в пробке, дал трубку кому-нибудь и говоришь, на, мужик, скажи, что я нормально. Где вы находите? Вот начинают вот так вот оправдываться, поэтому я думаю, что подарок я оставлю пока что себе. Гору. Привет и будут. Ребята, всем, всем, кто меня узнали, им привет. Можно мне заказывать мелодию как-то какую-то? К какому? Мелодию... Ладно, к какому? Единская петля, но уже сама тунь и голод. Митхунчак Раборти прозвучит в нашем эфире чуточку позже. Вам до свидания. Ну не думаю, что завтра в 13.00 прозвучит на Митхунчак Раборти, потому что завтра в 13.00 будет жжать все-таки. Ну а что, настоящая мужская песня? А вот я хочу узнать прямо сейчас, кто дозвонится и докажет нам, что он... Ну вот просто я хочу узнать, кто как докажет, что он настоящий мужчина, натуральный мужчина. Супер натурал. Супер натурал, да.